Чтобы учебный год начался в традиционном очном формате, в школах Магнитогорска продолжают работать приемные комиссии, которые проверяют соблюдение в образовательных учреждениях требований эпидемиологической, пожарной и антитеррористической безопасности. Восьмая школа готова к встрече с учащимися, но без шефской помощи Магнитогорского металлургического комбината здесь бы не обошлись. Класс начального звена. Горячая вода в умывальнике, мыло и бумажные полотенца всегда в наличии и обязательно педальное мусорное ведро. В соблюдении требований САНПИНа к организации учебного процесса сегодня уделяется особое внимание. Из средств муниципального бюджета закупаются бактерицидные рециркуляторы в кабинеты, в коридоры дозаторы с антисептиком. У нас будет соблюдаться санитарная обработка учебных кабинетов обязательно. Школа предусматривает и закупает сейчас дезинфицирующие средства. Обязательное наличие дезинфицирующих средств в туалетных комнатах, в столовых. За каждым классом будет закреплен свой кабинет, где и будут проходить все уроки. Покупка мебели, парты стульев, ежегодная строка расходов школы. А вот на капитальный ремонт спортзала деньги нашлись впервые за 18 лет. Помимо покрасочных работ, заменили окна, смонтировали новую систему отопления с большим числом радиаторов. Все для комфорта учеников. Для безопасности учащихся по требованиям Роспотребнадзора в школе теперь несколько входов. Наша школа очень большая и единовременно в нее заходит 1400 детей. В это здание заходит 1400 детей. Поэтому, естественно, стала первая задача это сделать так, чтобы эти потоки, детские потоки, были как можно больше разрознены. Поэтому надо было открывать этот запасной выход. Нам здесь помогли наши шефы, оглоцех, комбинаты. Огромное спасибо за то, что быстро поняли задачу, быстро сделали все. Пришлось менять всю входную группу, пришлось менять внутри помещение. То есть там был запасный выход, который был рабочим запасным выходом. А сейчас это фактически парадный вход. Еще одной мерой для уменьшения количества контактов детей станет начало уроков для разных классов в разное время. Надежда Кинаш, Александр Макаров, телекомпания ТВИН.